Здравствуйте, меня зовут Мария Исаева, я из России, город Дмитров. Приехала в Свободицу, город, к Александру Горецкому, Европейской Академии. Дело всего в том, что 15 лет назад, после рождения ребенка, после кормления, у меня была такая ситуация. Кормление прекратилось и рано, но молоко так и шло. В связи с этим у меня произошла мастопатия. 15 лет я мучилась, ходила к врачам, не знала, что делать. Врачи мне говорили только одно, что родишь вторую и все пройдет. Со временем увеличивались шишки, иммунитет садился еще больше. И в конце концов у меня произошло так, что я... У меня просто был такой уже пожизненный маршрут. Это дом, работа и аптека. После этого я решила, что нужно что-то делать, потому что дальше уже просто некогда. спать было невозможно. И что же делать, тоже мне посоветовали уже мои друзья и близкие. Все-таки начала изучать, как бороться с болячками больше не медицины, скажем, традиционной. Я так поняла, что лучше всего природой создана, природой лечится. Я не пожалела, что я приехала в Свободицу, потому что я нашла ответы на все свои вопросы. Решила все свои болячки, они у меня ушли. И иммунитет у меня восстановился. Чувствую себя позитивно лучше. И самое интересное то, что ни одной шишки больше у меня нету. Даже грудь, я даже ощущать стала ее не то, что это болячка какая-то, а я ее стала ощущать полноценной грудью, как у женщины. Мягкая, эластичная, без боли, сплю спокойно. И были даже выделения зеленые, которые мешали даже просто... Я даже их чувствовала, потому что они прямо выделялись иногда. Вот. И теперь их тоже нету. Я благодарю всех, всю семью Горецкого, потому что они приняли нас очень добродушно. Нам очень все это понравилось. Я была не одна, я была с мужем, я была с ребенком. Решились очень многие проблемы моего ребенка, моего мужа. То, что ребенка я привозила на реабилитацию. После операции у него была заячая губа, и мы привозили его на реабилитацию. Так как у него был очень низкий иммунитет, переболел, очень страшная болезнь. Которая называется опоясывающий герпес. И неврит лицевой перекосило половину лица. Это было год назад. Но после этого ребенок начал болеть все чаще. Тоже мы его здесь реабилитировали. Пришлось ему тоже, скажем так, что-то нравилось, что-то не нравилось, но все. Выдерживал, молодец ребенок все-таки, 15 лет. Но в большей степени все понравилось. Муж, хочу сказать, человек очень такой своеобразный. Но все равно поехал поддержать просто, скажем, даже и меня. И получил тоже массу удовольствия. Потому что понял, что действительно энергия, она растет только от того, что весь человек сам собой занимается. Изнутри. Изучает свое здоровье, изучает то, что вокруг него. И это помогает. То, что мы прошли курс здесь, я нигде не испытывала такого удовольствия. Врачи то, что говорят, я вообще не поняла на самом деле. Или не понимала, как вообще то попейте одно, то попейте другое. Ни одно, ни второе не помогает. Я результатов не видела. То, что я получила результат здесь, я получила на будущее даже очень много информации. Даже знаю, как себя вести по поводу того, что и как помогать своим близким. Спасибо огромное, что выслушали. Мы еще раз обязательно, не раз приедем обязательно и выйдем советовать всем, потому что это нужно. Ну, нужно. Мария, ты во время прохождения курса лечения у нас делала очистку организма, в том числе и печени. Раньше ты делала подобные вещи. И как прошла очистка здесь? Удовольна это этим результатом или нет? Раньше я не делала этого, естественно. Ну, потому что, во-первых, это страшно делать дома. А здесь я сделала эту очистку в августе и вот сейчас в декабре. У меня очень хорошо прошла очистка. У моего мужа хорошо прошла очистка, у ребенка. У нас вышли такие камни, которые, я не знаю таких размеров, скажем так, с мой большой палец с ногой, то есть где-то полтора сантиметра. Дома, когда я была после августа дома и продолжала курс очистки, дома это не получалось. Ну, то есть там это получалось, да, но выходили такие камушки маленькие, скажем так. То есть, все равно вот то, что здесь полный курс проходишь, это больше очищается, чему-то это очищение проходит дома. Но, скажем, дома это тоже нужно, да, делать, но так как проходишь здесь курс, это не происходит. Вот, большинство людей вообще боятся делать очистку печени особенно. Как ты считаешь, и вообще нужно делать или нет? Ну, я считаю, что нужно, потому что, скажем так, с этим ушли очень многие проблемы. Именно, что касается, даже если просто банально смотреть на моего мужа, да, то есть, который приехал в качестве поддержки меня, он ощутил, скажем, после энергию, вкус жизни, в общем, почувствовал, то, что он как, сейчас он как заведенный, то есть он может спокойно работать, мыслить. Мне кажется, с этой очисткой происходит нечто такое, какое-то чудо. в плане того, что даже очищается мозги, мне кажется, то есть зашлакованный такой организм, да, то есть было как бы все, гнетало, то есть настроения никакого не было, вот. И вместе с этим поднимается и иммунитет также, вместе с поднятием энергию. Это ощутимо, это я в голову, смущенно это ощутимо. Ребенок, конечно, пока сказать не может, потому что, скажем так, юноческий максимализм об этом не может сказать, они это не чувствуют. Но Витя, скажем так, вот, заметил, что он более позитивный стал. А как у Вас с нервной системой, вот, после процедур, как Вы ощущаете себя? Все-таки есть изменения в психике, в отношениях вообще? Конечно, есть, скажем так, стрессы были у нас в отношениях с мужем, они сейчас ушли сами собой. То есть, опять-таки же, я повторяюсь, что настроение улучшилось, стрессы ушли, и это ощущается. Обношения у нас наладились плавно, незаметно, но они, вот, когда мы просто даже общаться стали на то, что, слушай, а у нас ушли вот это, вот это, мы, ой, да, обратили на это внимание. То есть, произошло такое спокойное, такой плавный переход, скажем, в нормальной жизни. У тебя, как бы профессионального, можно сказать, работника, болели руки, ноги, суставы, там, все это дело. Уже после первого курса они, эти проблемы практически уходят в течение двух месяцев. И этот переход от боли к нормальной жизни, он обычно протекает так сам собой, незаметно. Человек уезжает еще после процедур с болью, а в течение месяца, двух после этого они потихонечку, потихонечку уходят. И, когда человек приезжает домой, он ощущает, что, а, вроде бы, там еще отлечился, болело, а потом, как-то оно, наверное, само и прошло. Так было вчера, да? Именно так, да. Поэтому люди... Просто стала забывать о боли, на самом деле, просто, действительно, незаметно, потому что болело, 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 все это сидело над этим, думало, думало. И потом проходит раз, время, слушай, а вот это не болит, и вот это не болит. Ну, то есть, нет, это действительно так. Ясно. Ну, большое спасибо за интервью, и будем рады. И вам спасибо. В гостях у себя здесь. Дальше, если захотите, просто для профилактики приехать. Обязательно. Отчистку какую-то сделать или просто поднять иммунитет. Основной принцип, то, что мы делаем, это все связано с очисткой организма и поднятием иммунной системы. А с иммунной системой уже выздоравливают весь организм. А без очистки и без поднятия иммунитета, ну, фактически, на нормальную здоровую жизнь просто нет возможности рассчитывать. Правильно ли? Правильно, конечно. Ну, и то, что мы здесь вас одновременно и лечили, и одновременно обучали, эти знания, их никто уже вас не заберет. Поэтому все, что вы здесь видели, знали, используйте дома, и я думаю, что это вам пригодится на всю оставшуюся жизнь. Спасибо большое и вам. Я хочу еще дополнить к этому всему, то, что это обучение даже принесло мне некую такую, скажем так, по жизни я теперь умею слушать свой организм. Вот это мне больше всего важно, слушать своих близких организм. Поэтому мы научились. Благодаря вас. Спасибо. Принсессионные новости. В Польше в Академии регенеративной медицины создали методику, которая действует как эликсир молодости. Воспользовавшись ей, можно надолго продлить жизнь и бороться с большинством неизлечимых и даже генетических заболеваний. Без трансплантации, регенерировать органы и системы, омолаживать организм и возвращать утраченные ранее функции. Появилась возможность подарить самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова